начнем с того что спроектируем самую простую сеть и объединим два компьютера в сеть посмотрим как работает программа и в дальнейшем уже будем изучать саму сеть первым делом перейдем сюда и выберем рабочую станцию компьютер пользователя сделаем два компьютера пользователя переведем к свечам и установим 24 портовый свитч 2950 серии дальше нажмем на значок молнии выберем автоматическую линию связи и соединим два компьютера в сеть и так наша задача выполнена мы соединили два компьютера в сеть теперь нам нужно их настроить два раза нажмем на компьютер и мы перешли в окно конфигурирование вот это вот компьютера здесь можно компьютер установить разные модули и сетевые платы видите пакет был направлен не сюда только сюда потому что он уже выучил mac адрес вот этого компьютера давайте теперь посмотрим mac таблицу которую нам создал вот этот вот свитч дело в том что свечу нас с вами управляемый и поэтому с вами можем зайти на его интерфейс и посмотреть вот это вот mac таблицу нажимаем на свитч и у нас здесь вот есть режим силе ай то есть командная строка этот режим является эмуляцией подключения к терминалу вот это окно то что мы видим это все равно что мы подключились бы консольным кабелем специальному порту свеча то есть с помощью этого терминала можно подключиться к устройству и управлять им с помощью команд работает она как на самом деле вот этот роутер он же ведь не видит какие коннекты сетки и какие интерфейсы в другом регионе не видит не знает как устроена сеть зато знает о том как устроена сеть этот табр роутер нет табр роутер вот роутеру говорит ты знаешь с какой метрикой добраться до меня до бр а он говорит ну знаю до тебя метрика будет равна двум а бр подтверждает что да для него она будет равна двум я уже просчитал как добраться до сети 3.0 до нее метрика будет также раз-два так что возьми эту метрику которую ты посчитал до меня и прибавь эту метрику которую посчитала я Поскольку ты не видишь, как устроен другой регион, этот роутер берет и прибавляет метрику до ОБРа, плюс то число, которое ему прислал ОБР. И получается метрика. Давайте снова. На рисунке представлен один и тот же IP-адрес 172.16.55.87. В первом случае этот IP-адрес у нас по 24-й маске, а во втором случае он у нас с вами по 16-й маске. Как видно, аксесс-коммутатор, который обслуживает конечных пользователей, сам по себе подключается сразу к двум дистрибьюшн-свечам. Это сделано для отказа устойчивости. Если, например, вот этот вот дистрибьюшн-коммутатор загорит и останется только вот этот, то пользователи не потеряют связь с роутером, ну и, соответственно, с интернетом. Для того, чтобы организовать такую отказоустойчивую схему, используются дополнительные лишние линии связи. То есть здесь есть некая избыточность. Какой же дизайн в таком случае является верным? Самым правильным дизайном является дизайн, при котором оба дистрибьюшн-блока будут построены согласно модели маршетизации на аксесс. В этом случае вся сеть будет маршетизируемой и размер широковещательного домена будет минимальным. Если же вам требуется обеспечить L2-связность между двумя ВИЛАНами, находящимися на разных аксесс-коммутаторах, то допускается строить блоки по модели маршетизации на дистрибьюшн, а вот связывать дистрибьюшн-блоки между собой рационально только по маршетизируемым связям. Именно так в настоящий момент построена наша большая корпоративная сеть. Раздел «Другие сетевые технологии». Резервное копирование по расписанию. Существует два способа реализации механизма автоматического резервного копирования конфигураций. Первый способ — это использование планировщика CRON — Command Scheduler. Второй способ — это использование встроенной функции архивирования, который является наиболее предпочтительным, поскольку второй способ позволит сбрасывать конфигурационные файлы на сервер не только по расписанию, но и каждый раз при сохранении конфигураций. Первые девять сообщений — это служебные IP-сек сообщения для установки соединения, после которых идут зашифрованные пользовательские данные. В транспортном режиме последовательность заголовков начинается с Ethernet. Затем сразу оригинальный IP-заголовок. Затем ESP. Затем зашифрованный ICMP с данными. Внешний IP-заголовок не создается. Посмотрим, что произойдет в случае атаки, называемый «Человек посередине». Это тот самый человек, который перехватывает пакет и производит его изменения, нарушая целостность. Роутер A считает хэш от содержимого заголовков. Плюс ключа. Записывает хэш в поле ESP Authentication и отправляет на роутер B. По пути пакет перехватывает злоумышленник, который сначала расшифровывает вложение в ESP, так как оно зашифровано, а затем меняет содержимое пакета. После этого злоумышленник пересчитывает хэш от содержимого заголовков, но уже без ключа, поскольку ключ ему неизвестен. Рассчитанное значение хэша он также записывает в поле ESP Authentication. Когда измененный пакет приходит на роутер B, роутер считает хэш от содержимого полей плюс ключа, так как ключ ему известен. Полученный в результате хэш не совпадает с хэшем, который злоумышленник написал в поле ESP Authentication, так как злоумышленник его посчитал без учета ключа, а роутер с учетом ключа. Поскольку хэш не совпадает, такой пакет будет отброшен. Конфигурацию начнем с настройки группы протоколов IPsec. Открываю консоль от же роутера первого и приступаю к настройке. Создаю политику первой фазы. Crypto ISACAM Policy 10. Давайте вспомним, какие алгоритмы рекомендуется выбрать для использования в рамках реального предприятия. А вот с переносом настройки туннельного интерфейса для DMVPen возникают сложности. Отличается адрес источника туннеля. Для нового роутера интерфейсом-источником туннеля будет Gigabit Ethernet 03. Именно по этой причине и не удалось бы с FTP сервера загрузить Running Config старого роутера и применить его к новому роутеру. В небольших сетях следить за доступом и безопасностью не составляет большого труда. Однако в территориально распределенных сетях корпоративного уровня следить за тем, кто и к чему имеет доступ, становится крайне затруднительно. На помощь приходит внешний AAA сервер – устройство, позволяющее контролировать доступ к ресурсам сети и записывать производимые действия пользователей в едином месте. На следующем шаге требуется создать пользователей в Active Directory. Active Directory – это каталог или по-другому список пользователей, с которыми вплотную взаимодействует NPS. Клиенты, которым в дальнейшем будет разрешено подключение по VPN, создаются именно в Active Directory. А политики, которые определяют, какие именно сетевые привилегии будут доступны пользователям, создаются уже непосредственно в NPS. Помимо пользователей Active Directory, хранит списки компьютеров или других физических ресурсов. Открываем диспетчер серверов и переходим к пользователям и компьютерам Active Directory. Чтобы этот пункт в меню стал доступен, роль сервера должна быть возвышена до уровня контроллера домена. Мы делали это в первом модуле второй части. Выделяем лес и нажимаем на кнопку создания нового подразделения в текущем контейнере. Подразделение будет называться FlexVPN. Токены используются для электронного удостоверения личности, для получения доступа к интернет-банку или торговой площадке, для входа в операционную систему, для входа в домен по предъявлению токена, для подключения к терминальному серверу по предъявлению токена и, как в нашем случае, для подключения к VPN корпоративной сети. Теперь у обоих сторон есть один и тот же PreMasterSecret. Если вы не поняли, то поясню. Когда сервер отправлял клиенту свой открытый ключ, внутри сертификата сервер у себя оставил закрытый ключ этой ключевой пары. Если что-то зашифровано открытым ключом из конкретной ключевой пары, то это может быть расшифровано только закрытым ключом из этой же ключевой пары. Клиент зашифровал PreMasterSecret открытым ключом сервера, а сервер теперь расшифровал его обратно своим закрытым ключом. В этом сеансе работает роутер, а в этом сеансе доступен интерфейс Linux. После загрузки роутера даем команду top, которая покажет потребляемые ресурсы. Чем-то напоминает диспетчер задач в Linux. В этой таблице отображается, что процесс Dynamips загружает процессор на 2,7-3%.